Дорогие девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист, и я рада вас приветствовать на своем канале. Здесь я рассказываю про макияж и помогаю женщинам почувствовать, увидеть свою красоту. Сегодня хотелось бы вам рассказать про то, что такое консилеры, корректоры и хайлайтеры, чем они между собой отличаются, что нужно вам приобретать и, конечно же, как использовать. Я думаю, что вы уже многие приобретали что-то из этого, то, что я сейчас перечислила, но, скорее всего, возникает еще некоторое недопонимание, зачем же хайлайтер и чем отличается консилер, хайлайтер от хайлайтера или от консилера. Это новомодные слова, которые у нас уже теперь, можно сказать, постоянно в обиходе, но все-таки не все понимают английский язык и не до конца разбираются в этих средствах. Тем более, очень часто меняется упаковка, какие-то еще дополнительные названия, и в итоге мы теряемся, покупаем не то, что нам надо, или используем не по назначению, в итоге не получаем красивый результат. Давайте по порядку. Консилер и корректор – это, в общем-то, похожие средства, можно сказать, даже одно и то же, используются для того, чтобы скорректировать проблему. Проблема какая может быть? Проблема, например, зона вокруг глаз, синяки или мешки. Есть проблема цветового плана, например, пигментация, куперосы, прыщички, акне или пост-акне, и вот эти локальные воспаления, которые есть на лице, они также можно дополнительно корректировать корректором или консилером. И по текстуре они будут разные. Есть более кремовые текстуры, есть более твердые в виде карандаша, стика, которые как раз удобно наносить локально для того, чтобы замаскировать проблемку в тон кожи. У всех этих средств разная текстура. Есть более такая кремовая, жирненькая, великолепная для зоны вокруг глаз, которая имеет сухую кожу и морщинки. И такой консилер будет дополнительно питать, увлажнять, скрывать недостатки, например, цветовые нюансы, и при этом увлажнять кожу. А есть консилеры, которые с пудровой текстурой, то есть после растушевки превращаются в пудру. И вот эта пудровая консистенция, она более стойкая на коже, и как раз очень хорошо маскирует, например, локальные прыщики. Хайлайтер – это средство, которое придает свечение, подсветку. Это средство уже больше позиционируется как нарядное. То есть когда мы хотим украсить наше лицо. Например, сделать красивые выступающие сияющие скулы. То есть хайлайтер создает эффект лоска кожи. Полированное, натянутое, идеальное. И когда нам нужно создать эффект отсутствия декоративной косметики на лице, то хайлайтер как раз выполняет эту функцию. Он создает иллюзию, как будто бы на лице ничего нету, просто идеально умытая кожа, немного увлажнена, поэтому она вот так вот красиво сияет. Соответственно, такое средство наносится только на красивые зоны. Если консилер и корректор корректируют проблему, то хайлайтер – это средство, которое украшает достоинства. Теперь вы точно не перепутаете. Но есть еще средство, которое называется консилер-хайлайтер. То есть это и консилер, и хайлайтер в одном флаконе. А это тогда что? А это средство позволяет скорректировать объемы на лице. Ну, те, которые как раз нам нужно сделать менее заметными. Допустим, есть мешки под глазами или носоводные складки, или малярные мешки, и мы хотели бы сделать их менее заметными. Тогда консилер-хайлайтер позволяет как раз вытащить глубину под мешочком. То есть есть объем, под объемом формируется тень. И эта тень, если на нее нанести консилер-хайлайтер, то есть у него сияние будет более деликатное, чем у хайлайтера. Давайте я вам покажу на текстуру, чтобы вам было понятно. Вот перед вами консилеры, консилеры-хайлайтеры и просто хайлайтеры. Как видите, упаковка очень здорово отличается. Что касается текстуры, определить, где прозрачная, где плотная, вот так вот невозможно. Единственное, да, бывает, что именно те консилеры, которые вот в такой упаковке компактные, они чаще всего более плотные. Но то не факт. Нужно смотреть всегда на финиши. Финиши – это когда вы делаете растушевку средства. Тогда вы поймете, насколько оно прозрачное или плотное. Это консилер-корректор-байтери. Здесь как раз и написано, что это и консилер, и корректор. Поэтому, в общем-то, это одно и то же. Значит, есть варианты этих консилеров и корректоров, которые в виде стика, как карандаши. Вот, пожалуйста. И у них очень, как правило, очень хорошая покрывающая способность, что это значит, закрашивать все, что угодно. И вот такие консилеры подбираются в основном по цвет вашей кожи, чтобы вы могли локально замаскировать, например, фигментное пятно или прыщичек. Вы подбираете консилер в тон вашего тонального крема, и у вас будет очень хорошая маскировка. Еще один консилер – Романова Майка. Тоже великолепный. Очень с хорошей покрывающей способностью. И немного пудровый. Чаще всего вот такие консилеры, они идут пудровые. Что это значит? А это значит, что когда вы будете его растушевывать, он мягкий, эластичный, но потом, в конечном итоге, превращается в пудру. Это дает очень хороший, стойкий эффект. Но при этом, если кожа сухая, может почерпнуть морщинки. Они проявятся ярче. Поэтому для зоны вокруг глаз я предпочитаю использовать более кремовые текстуры, жирненькие, которые увлажняют. Например, как Эрборин Би Би Ай. Один из любимых моих консилеров. Знакомьтесь, это крем-сыворотка Жак Скин. Это сыворотка, которая дает как раз эффект мгновенный. И в то же время, вот через месяц, вы увидите, насколько меняется ваша кожа и лица, и шея. Вот этот эффект лифтинга, который мы все ждем, он становится очень даже ощутимым. Сыворотка состоит из трех компонентов. Каждый из них проверен и выполняет свою важную функцию. Первый это ее актив PC. Это трипептид. Его в составе сыворотки 5%. Ровно столько, чтобы разгладить нашу кожу, убрать морщины и сделать ее более эластичной. Молекула ЮАКТИВ самая маленькая из всех похожих ингредиентов, поэтому она попадает в глубину кожи при нанесении. Наши технологи адаптировали ее к средней полосе, климату, количеству солнца. И кожа под воздействием этого ингредиента начинает активно вырабатывать свой собственный коллаген. Масло ШИ. Это второй компонент. Это самый похожий компонент на липиды кожи. Масло ШИ увлажняет, усиливает защитные функции. Мы добавили 3% в состав, потому что именно такое количество показало результат в группе тестирования. Следующий компонент это ЮФЕРМЕНТ. Это пробиотик. Его в составе 1,5%. Это иммунитет кожи. Естественная помощь, которая просто необходима для здоровья. Пробиотик в нашей сыворотке за 4 недели регулярного применения полностью восстанавливает здоровый баланс микроорганизмов кожи. Когда начнете использовать через 2-3 дня, вы увидите, насколько у вас улучшается уже состояние кожи. Цвет лица становится более ровный, как будто бы есть чуть-чуть тональный крем. Усиливается тургер кожи. Подтяжка, соответственно, благодаря этому. Через 4 недели вы увидите ощутимый, стойкий результат лифтинга. И это будет просто потрясающий эффект. Поэтому, как только вы начнете использовать, уже будет хороший результат. Ну и плюс, как я говорила, очень важный момент, чтобы сохраниться он на длительное время. Почему? Потому что как раз он кремовый. То есть текстура очень мягкая, эластичная. Вот смотрите, как она. Немножечко есть ощущение такого, прямо знаете, как масло. Такие средства чаще всего не такие плотные по покрывающей способности, так как они жирненькие, хорошо впитываются и дают или полупокрытие, или даже прозрачное. Но при этом не подчеркивают морщинки. Смотрите, видите, он тянется, тянется. Вот в этом есть большой плюс. У кого кожа сухая, вы таким образом не подчеркнете морщинки и распределите средства. Оно еще не успеет питаться в вашу сухую кожу. А те, которые пудровые, они впитываются очень быстро. Если не успели растушевать, может получиться слишком заметный консилер на глазах. Еще один консилер, который нужно разогревать. То есть они достаточно мягкие, но так как они в упаковке компактные, и вот эта вот текстура, она поначалу может даже показаться слишком плотная, вязкая. Вы наносите сначала на руку, затем начинаете разогревать. Вот таким способом вы берете и за счет температуры пальцев и рук начинаете это средство подтаять на кожу. Вот он растопился, стал эластичный. Видите, наподобие как меда. Вот мед наносишь, он густой, потом начинаете его держать в руке и он тает. И вот здесь появляется тоже такое ощущение тающей текстуры. И после этого только вы наносите на лицо или на зону глаз, аппликативными движениями, или, например, на пигментное пятнышко. И текстура здесь эластичная, очень хорошо тянется. Соответственно, будет хорошо для сухой кожи. Перед вами консилеры, разная упаковка и разная плотность. Консилер-постик, консилер в тюбике, в упаковке со спонжиком, но еще раз в тюбике. Теперь, что такое хайлайтер? Хайлайтер это те средства, которые дают сияние, свечение и лоск кожи. Они так и будут называться хайлайтер. Хайлайтеры есть кремовые и хайлайтеры есть сухие, как перламутровые тени. Я вам сейчас покажу кремовый хайлайтер. В чем его особенность? Посмотрите. Конечно, по цвету они бывают. Бежевые, бежево-розовые. Вот этот, например, белый. И при растушевке мы видим сияние перламутров. Переливается кожа. Есть ощущение такой натянутости. Очень хорошо дает эффект лифтинга. И вот это внутреннее свечение кожи. Вот эти хайлайтеры, они есть более активные, более деликатные. Есть с мелкими вкраплениями блесточек. Вот этот, например, бежевый. Посмотрите. Тоже есть вот этот, видите, свечение. Соответственно, например, вот этими средствами не корректируются проблемы, такие как прыщички, спадинки. Еще один, это Шарлотт Юберин. Посмотрите, вот я наношу, вот у меня на руках вены. Девушка взрослая. И вот видите, что получается, что вот этот блеск, он объем подчеркивает. Поэтому в данном случае вот такие вот нарядные хайлайтеры не наносятся на те зоны, которые вы не хотели бы усиливать, увеличивать. Иначе мы можем усилить проблему, например, мешков под глазами или носогубных складок. То есть это только на зону под бровь, на скулы, на все лицо не рекомендуется, если у вас есть возрастные изменения. Если вы молодая, красивая девушка, то тогда, конечно, можно. И упаковка. Вот смотрите. Бывает вот такая вот со спонжиком, бывает просто с аппликатором, бывает просто в тюбиках. Ну, то есть упаковки всякие разные. Может быть кремовый, но компактный. Ну, вот, например, кремовый, компактный. Межевый в упаковке. Но при этом он будет выглядеть немножечко как будто бы такой, как белесый. То есть, видите, по-разному выглядит в упаковке и на коже. А теперь посмотрите. Хайлайтер, консилер или консилер, хайлайтер. Это что? Это, в общем-то, соединение консилер и хайлайтер. И получилось нечто среднее. Вот нечто среднее как раз называется консилер-хайлайтер. В чем прелесть и особенность этого средства? В том, что у него с одной стороны как бы есть матовый эффект, но есть внутренняя подсветка за счет сияния хайлайтера. Давайте посмотрим. Консилер, хайлайтер. А это консилер-хайлайтер. И смотрим, в чем разница. Консилер матовый. Хайлайтер с блеском, с перламутровым. Консилер-хайлайтер дает эффект внутреннего свечения. То есть, есть легкая-легкая подсветка, незаметная. Но все-таки она есть. Есть вот разница между вот этими тремя текстурами. Еще вариант. Растушевываем. И есть вот это вот очень деликатное свечение. Видите? Не матовое. Вот такое свечение создает эффект разглаженной кожи. Ну и теперь я понимаю, куда мне что использовать. Корректор-консилер, который, например, в виде стика я могу носить с собой, чтобы подкорректировать макияж в течение дня. Допустим, исчез тональный крем. Кожа немножечко съела. И вот я наношу локально место тонального крема. На нос, подбородок, лоб. Те зоны, которые требуют дополнительной коррекции. Если мне нужно сделать красивое свечение, я беру хайлайтер и наношу на выступающие зоны. Вот сюда, чтобы был вот такой красивый лоск моей кожи, сияние, под пик бровей, например, слегка. И таким образом получается вот этот вот лакшери эффект. Можно еще на верхний контур губ чуть-чуть. Дальше. А вот теперь у меня консилер хайлайтер. У меня есть мешочки. Я хочу их скорректировать. И мне нужно как раз вот в эту зону, где мешочки, нанести вот так вот этот консилер хайлайтер, чтобы он создал эффект внутренней подсветки. Таким образом получается, что я подсвечиваю вот эту вот теневую зону. И очень удобно такие средства покупать именно с такой тоненькой, аккуратной кисточкой. Дальше можно также скорректировать это носогубные складки, уголки губ. И вот эту зону, где брыли. Тоже немножечко подсветить. Растушевать. И таким образом я убираю излишние объемы. То есть объем мешочка, объем, который находится над носогубной складкой, уголки губа высветляю для того, чтобы сделать их покороче. Таким образом губы становятся объемнее, потому что увеличивается вертикаль. Вот. Получается три средства. Но мы используем в разных зонах. И таким образом мы добиваемся идеального результата. Теперь вы знаете, чем отличаются между собой все эти средства. И уже со знанием дела сможете выбрать в магазине для себя идеальный продукт. Подписывайтесь на мой канал. На моем канале много интересной информации, что касается макияжа, красоты. Вам будет проще ориентироваться в косметике. И вы будете с легкостью очень быстро себе делать красивый макияж, который будет подчеркивать именно ваше достоинство. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok